Эндоскописты, реаниматологи, анестезиологи, хирурги в травматологической больнице Сургута открыл в свои двери центр таракальной хирургии. Он первый в регионе, который будет специализироваться на оказании плановой и экстренной медицинской помощи при травмах и заболеваниях органов грудной клетки. Со всего округа будут приезжать к нам со стенозами трахеи, с травмами пищевода, с заболеванием пищевода. Мы, естественно, также готовимся к этой проблеме. Мы будем каждый также проходить учебу, учиться, все специалисты, персонал. Тут же также необходимо оборудование особое. Инновационное оборудование, кстати, уже закупили. Частично отечественное, но все же большая часть техники импортная. Например, хирурги сейчас ждут лазер, который позволит в считанные секунды удалять рубцы из дыхательных путей. Причем либо под минимальным наркозом, либо вообще без него. Специалисты, кстати, в целом ориентируются на мини-инвазивные операции. Современные технологии вообще нам позволяют не делать либо больших разрезов, то бишь снизить операционную травму, и либо вообще не давать наркоз пациенту, либо его уменьшить минимально. Сокращаются риски, травма для пациента. И послеоперационный период, как вы видите, человек уже прошло шесть дней после операции, он прекрасно себя чувствует и забыл уже, что она у него была. Дмитрий Горлов рассказывает про одного из первых пациентов Центра таракальной хирургии, ветерана Великой Отечественной, обладателя медалей «За отвагу» и маршала Жукова, ордена ВОВ первой степени Дмитрия Авраменко. У 92-летнего фронтовика диагностировали стеноз, то есть сужение трахеи. Дмитрию Тимофеевичу было тяжело дышать, порой он даже начинал задыхаться. Специалисты травматологии вернули ему свободу дыхания за 7 минут. Поставили крышку, и что там поставишь, ну в общем, дырка больше. И начал дыхать более-менее свободно. Центр таракальной хирургии работает в травматологической больнице всего несколько дней. Однако специалисты прооперировали уже 12 человек. Всего же мощность этого уникального для округа отделения 300 вмешательств в год. 100 из них высокотехнологичные. Конечно, мы будем в дальнейшем наблюдать, как будут вести эти стенды. Это все тоже новый для нас, опыт новый, требующий наблюдения динамического. Но, по крайней мере, вот так боремся, люди дышат свободно. А что можно еще сказать, что еще лучше. Как отметили в Центре таракальной хирургии, количество случаев стеноза в трахеи в Югре ежегодно увеличивается. Вызвано это множеством факторов, но, как ни парадоксально, в основном прорывом медицины. И от этого никто не застрахован. Увеличилось количество операций, при которых применяется искусственная вентиляция легких. Стеноз может являться как раз ее осложнением. Впрочем, судя по всему, жителям нашего округа можно не переживать. У нас есть специалисты, которые помогут югорчанам дышать полной грудью. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости.